Заработать 6 тысяч рублей за несколько дней можно, но есть два условия. Умение хорошо играть в русский бильярд и занять первое место на турнире Минскап 2019. Общий призовой фонд 25 тысяч рублей. Александр Якубовский отправился на соревнования и понял, олимпийские перспективы туманны, зарабатывать приходится в другом месте. Русский бильярд настолько русский, что есть случаи, когда пьяных спортсменов снимали с турниров. Историко-спортивно-познавательный репортаж в исполнении нашего Александра. В бильярд играют не только те, кто занимается этим профессионально. Так, на крупных международных соревнованиях Минскап за одним из столов зала вне турнира замечаем бронзового призера европейских игр, борца греко-римского стиля Сослана Даурова. За время отпуска Дауров попытался забыть о провале команды на лицензионном чемпионате мира. А пока у борцов всего две лицензии на Олимпиаду в Токио. И эту проблему нужно решать. Ну да, надо исправлять, да, надо брать лицензии в стране. Ну вот и готовимся, и вот эмоционально себя разгружаем. Вот снимите, какие у меня близкие красавцы. Вот он лучший бильярдист года. Правила знаете, что надо сделать? Да, надо забивать в лузу любым шаром. Все, вот это я знаю, больше ничего не знаю. У меня не выдержит моя психика этого. Это долгая игра, нудная, а по мне так борьба. Куда веселее. Попасть же на Олимпийские игры в Токио у Сослана шансов, конечно, больше, чем у бильярдистов. По крайней мере, они есть. Как вы видите, наступят времена, когда вот бильярд будет реально видом спорта, который сможет кормить атлетов, и не надо будет где-то подрабатывать на стороне. Сложный вопрос, на самом деле. Я думаю, что как только бильярд станет олимпийским видом спорта, как только он начнет поддерживаться государством, я думаю, этот вопрос снимется. На самом деле, разговоры, я где-то читал, слышал, что вроде бы как идут о том, чтобы включить бильярд в олимпийскую программу. Не уверен, правда, какую именно из дисциплин. Возможно, самую популярную, это либо пул, либо снукер. Русский бильярд, возможно. Если и да, то позже них. Но пока дальше слов, дальше предположений, дело не движется. Ну, может быть, когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь пролоббирует. Тогда бы прирост детей и населения больше по-серьезному к этому виду спорта отнеслись. Хороший вид спорта, на самом деле. Он доступен для любого возраста, для любого физиологического строения человека. Лучший из белорусов прямо сейчас. Евгений Салтовский брал бронзу на чемпионате мира в 2012-м. Затем успел отслужить в армии и жениться. И многое переосмыслить за эти 7 лет. Сейчас ему уже 25. Статус спортсмена есть, да. Есть ли такая профессия тогда бильярдиста? Или она не может обеспечить? Она никаким образом, это не стабильный заработок на сегодняшний день, она никаким образом на сегодняшний день не может обеспечить семью. Это как хобби отношусь к этому. То есть я проводил чемпионаты Белоруссии около 4 раз в год. Когда приходишь, на них разыгрываются путевки и лицензии на чемпионат мира и чемпионат Европы. Отбирают, там ребят, федерация работает, едут на чемпионат мира и чемпионат Европы. Также есть официальные соревнования в Москве, Кубок Мэра, Кубок Кремля проводятся. Туда ездим, играем. Ну а где вы работаете еще, если не секрет? Работаю в фирме по изготовлению штампов, печати, на полиграфии. Детей пока что нет, но в скором, в будущем планирую. Буду стараться обеспечивать бильярд просто для души, как хобби. Ну, на тысяч 10 долларов выигрывали. Было, что около того, по-моему, по курсу Национального банка, за первое место на Кубке Мэра Москвы в 2016 году, около 7 тысяч долларов там получилось. Большой крупный турнир был. Было время, выигрывал. Сейчас немножко попроще к этому стал относиться, но все равно езжу. На выходных Евгений пополнил семейный бюджет на 2 тысячи рублей за третье место на Минском турнире. Сколько увезет победитель? Победитель увезет 6 тысяч, финалист увезет 4 тысячи и два третьих места увезут по 2 тысячи рублей. По меркам русского бильярда это хороший, да, Цив? По меркам русского бильярда турниров, которые проводятся в Беларуси в последние годы, это очень хорошие деньги. Пока нам еще рано тягаться с турнирами в России, потому что там есть такие события, которые разыгрывают и 8 миллионов рублей российских. Это самый на сегодняшний день крупный коммерческий турнир в Ростове он проводится каждый год. На постсоветском пространстве СНГ выгоднее всего играть в русский бильярд и достичь максимальных высот можно только в русский бильярд, потому что это как раз начальники русского бильярда, Россия и страны СНГ являются. То есть самые сильные игроки находятся в СНГ в русский бильярд. Если говорить про пул, то в пул играет весь мир, там, наверное, самые сильные европейцы, азиаты, они посильнее будут. Если брать сникер, то самые сильные, естественно, англичане. Это как настоящий вид спорта на самом деле, просто у людей сложилось такое мнение, что бильярд это больше как развлечение и тому подобное. На самом деле, если говорить о профессиональном бильярде и достичь каких-либо результатов хороших, надо очень много упорно трудиться, очень много факторов, от чего зависят результаты психологические, тактические, психические. Очень много разбираться надо, анализировать, как любой другой вид спорта. И самоконтролем заниматься, и психоэмоциональное состояние контролировать, и питание, и режимы, и тому всему подобное. Даже питание влияет? Есть какие-то диеты у вас, например? Нет, диет нет, надо просто себя хорошо чувствовать, потому что есть турниры, там, где дистанция очень длинная, и надо у стола простоять 7-6,5-7 часов бывают встречи длятся. Ну, это достаточно трудозатратно. Бывают такие случаи, что приходят подвыпившись? Конечно, легко же проверить, выпивший, не выпивший человек. То есть, труда не составляет. Бывали случаи, дисквалифицировали ребят, но это очень редко происходит. Пытается брать пример со старшего коллеги 17-летний Владислав Булыка. На соревнования ему пришлось отпрашиваться со школы. Просто русский бильярд преобладают те, кто играет с ранних лет. И всегда, ну, нету таких стариков в русском бильярде. Всегда это молодой вид спорта. Ну, а вы за скольки лет занимаетесь? С 10 лет. Ну, сначала это как было? Просто ходили с друзьями играть или сразу поняли, что... Сразу к тренеру пошел. Пока остается загадкой, примут ли бильярд в олимпийскую семью. На игры в Токио, к слову, признание от МОК этот вид не получил. И продолжает оставаться в режиме ожидания. Продолжение следует...